Трансляция пошла. Трансляция пошла. Трансляция пошла. С начала недели, с тех пор, как был сделан всем известный вброс о якобы смерти Лукашенко и там инсульте его, то есть различные были версии таких событий. И это оказалось безусловно фейком, но встает такой вопрос, а что же будет, если действительно солнце Лики вдруг откинет копыта ни с того ни с сего. Поэтому мы создали сегодня трансляцию, чтобы поговорить на эту тему со всеми желающими, кто хочет присоединиться к нашему общению. Итак, начинаем стрим. Вопрос ко всем. Беларусь после Лукашенко. Какой вы видите жизнь нашей страны? Как вы думаете, что будет? Ну, если рассуждать после, как мы видим, на данный момент страна не в очень хорошем положении. И если, как сказать, Лукашенко идет, неизвестно, что будет дальше. Либо придет человек, который попытается хоть как-нибудь поднять нашу страну немножко получше. Либо придет человек, который уже загонит укол нашей стране окончательно. Сегодня у нас новые люди есть, которых вы еще не видели здесь. Ну, вот скажите, остальные что думают по этому поводу? Кто еще здесь сейчас в эфире? Кто слышит? Да, что-то никто не отвечает. Так, да, в принципе, мысль в целом правильная. Что вариантов не так уж много. Но не стоит забывать здесь в первую очередь о России. То есть Лукашенко, каким бы он ни был злодеем и диктатором, он, как считают некоторые, является сейчас гарантом суверенитета Беларуси, например. Что вы об этом думаете? Ну, прежде всего, как один человек может быть гарантом? Гарантом это являются люди, которые, если в случае чего, встанут на защиту Родины. А ватники, которые готовы стать против Родины, они тоже являются гарантом? Ну, есть же ватники, которые, они, конечно, ватники. Но, думаю, нужно иметь, некоторые ватники поймут, что это их Родину защищать, потому что здесь живут их родители, я думаю. И дело вывода, что им не понравится, когда их родители начнут убивать. Мне так кажется. Что, Игорь, думает? Мое мнение, что, по-любому, при том случае, когда один человек, который управляет в ручном режиме, он уйдет, это будет передел власти, который, ну, как бы приведет к дестабилизации. Однозначно к дестабилизации будет... Я не хочу говорить, что будет конфликт военный, но это вполне может быть. К этому надо готовить. А операция «Приемник»? Операция «Приемник» я не думаю, что те люди, которые, ну, сыновья его, да, они обладают теми же задатками харизмы, так скажем, в кавычках, харизмы. И возможности как-то так убеждать на трибуне, возможности, ну, как так сказать, демагогии, как у Лукашенко. То есть там я, например, не видел интервью красивых, хороших, тем же Витя Лукашенко и с Димой. Это всегда так в семье, если человек, который вот давит волей своей, давит возможности, ну, то есть, ну, своей, как бы он довольно такой харизматичный, так в кавычках опять же, он может убеждать, возможно, силовыми вариантами, возможно, убеждением словесным, ну, как бы, не скажу, что он хороший политик, но он такой волевой диктатор, так скажем. Он матерый политик, он такой железной рукой держит. Сильный, да. Если надо, там, применять силу, если он не может переубедить словами, он там, говорится, парламент не мог переубедить словами, разогнал, то есть разогнал, применил силу, да. Он так, я вот читал интервью, там, не интервью, а какая-то такая типа инсайдерской информации, сейчас принято любит говорить, что он, когда колхозом руководил, он руководил точно такими же принципами, то есть силовыми. Если не нравится какой-нибудь из, там, трактористов, он, там, его избивал, там, не мог его убедить словами, он избивал, то есть, там, и так далее. Вот представьте, у нас, вот, по сути, очень слабая позиция, да. Скажу одно, у нас, у нас очень мало таких вот, именно, вот я на словах могу назвать, там, ну, тот же Лебедько, Статкевич, чей парламент я не беру, там тоже очень немного таких людей, которые готовы и могут за собой кого-то повезти. И поэтому, как бы, реально будет, ну, то есть, когда власти не будет, то это будет, ну, как бы, жесть. То есть, это именно, тут, скорее всего, несколько сил появятся, силы российские, западные, местная оппозиция, и они все начнут какую-то борьбу свою, подковерную. То есть, они, я не знаю, каким образом, но будет такая вот, передел и такая вот постоянная, не знаю. Да, я вот сейчас смотрю статью, отключай, Игорь, микрофон, когда не говоришь, сразу же нажимай кнопку. Вот, я сейчас смотрю статью на новинах Бай, она довольно-таки такая вот свеженькая, за, хотя нет, подожди, это 2016 год. Однако, там как раз этот вопрос уже тогда разбирался. Тут несколько вариантов, например, первый вариант, вакуум власти, соблазнительный момент. И описывается как раз примерно то, что ты и говорил. Психология харизматичного автократа такова, что он сознательно или подсознательно старается избегать в своем окружении сильных, ярких персон. В таких системах сиять харизмой должен он один. В итоге же, мы видим серое правительство, серый карманный парламент, серую вертикаль. А позиция, если не стерта в пыль, как в том же Узбекистане, то, ну, его с Каримовым здесь сравнивают, то обескровленно, маргинализировано, народ деполитизирован, привык, что все государственные вопросы решаются без него где-то наверху. Между тем, нож ответственности за страну с небольшим стажем независимости, слабоватым национальным сознанием, кризисной экономикой, да еще геополитически зажатую между мощными внешними игроками, это ножа колоссальная. Кому она достанется? Сможет ли этот человек сохранить независимость, обеспечить гражданский мир и развитие страны? В случае Беларуси эти вопросы порождают много тревог, в частности потому, что огромна зависимость от России и правящие круги, которые традиционно рассматривают Беларусь как зону своих стратегических интересов. Транзитный коридор и военный плацдарм. Вакуум власти – соблазнительный момент, чтобы укрепиться на этом плацдарме. То есть Беларусь аннексировать возможно. А вот здесь как раз приводится такой пример, что уничтожив всех возможных таких харизматичных людей, это для его режима хорошо, но, как говорится, все заточено только под него. Пока он есть, все есть, но если его не станет, то получается вакуум. Вот, Атикин, что ты думаешь, например, по этому поводу? Ну, я услышал, что ты сказал, что у нас могут сделать аннексию, это, скажем так, и выгодно России, сделать аннексию, чтобы полностью Беларусь стала именно пророссийской, не было влияние Запада, скажем так. Вот, но, как сказать, если наш умрет, как вот Игорь сказал, будет разделение власти, если умрет Лукашенко, я, конечно, не завидую тому человеку, который перед властью. Почему? Потому что страна не в очень хорошем положении и неизвестно, как будет управлять. Ну, я думаю, у нас, скорее всего, у нас будет аннексия, это вот, скорее всего, вот ощущение такое, если Лукашенко умрет. Вот, потому что, лично, грубо, сугубо мое мнение, как, ну, мне 20 лет, я еще только формируюсь, как говорится. Хорошо, хорошо, тогда дадим слово другим людям. Вот здесь что-то хочет сказать. Морген Штарм. Вот, смотрите. Допустим, если он умрет, и одни люди пойдут, там, допустим, за Европу, как в Украине было, а одни люди пойдут за Рашку. И при этом, если вы останетесь без правительства, как и мы в свое время, может наступить такое же, как и с Крымом. Тут дело в том, я тебе скажу так, что, да, аргумент интересный, но у нас пока таких людей, то есть, очень немного, которые пошли бы за Европу, реально вот сражаться. А от России и Беларусь зависит очень сильно, то есть в корне, и в экономическом плане, в разном, и в военном. Только я не знаю, как там люди смотрят. Настроение сейчас меняется в сторону Европы, но оно еще только меняется. Вот там что-то хотела сказать, Арика. Да нет, вроде ничего не хотела. А то я смотрю, микрофон там включается. Ну, по теме, вот, например, что-нибудь есть вам сказать, прокомментировать как-то это. Как вы видите Беларусь без Лукашенко, то есть после Лукашенко. А вы меня слышите вообще-то? Да, слышу. Ну, что бы я могла сказать? Во-первых, что заранее об этом говорить, если этого не случилось? Вообще, я бы предпочитала решать проблемы по мере их поступления. Нет, в том-то и суть, как говорится, как сказал Воланд, что человек не просто смертен, он внезапно смертен. В том-то и есть фокус. Вот он умер, и что, решать надо, как говорится, заранее? Просто предположить, какие возможные варианты. Чтобы в случае возникновения такой ситуации, это называется, знаете, тренировка. Когда ты тренируешься заранее много раз, повторяя какие-то действия. И когда вдруг ты оказываешься в какой-то ситуации, ты уже довел их до автоматизма и знаешь, что нужно делать в конкретный момент. И ты готов. Ну, это как с похоронами английской королевы, да, репетиция сначала. Нет, я так думаю, во-первых, есть правительственное руководство. Есть это самое конституционный порядок. Вот. И решать надо, наверное, в таком плане. Сначала там кто премьер-министр становится до следующих выборов. Я так понимаю. Вот тут в чате интересную мысль выразили. Георгес пишет. В Азербайджане Гейдар Алиев передал власть своему сыну. Хотя тот тоже отнюдь не харизматичный. Так что передача власти Вите вполне возможна. Виктор Лукашенко в смысле он имеет в виду. Ну, для такой передачи, я так думаю, какие-то основания тоже нужны. Не может быть он так просто, вернее, кто-то личным приказом, или он своим собственным приказом себя самоназначит. Такого же просто не может. На Гаити в 71-м году, я в очередной раз упомяну, бывший тогда президентом Дювалье объявил референдум о том, согласен ли народ признать его сына, будущего диктатора, то есть президентом Гаити. Естественно, 100% на референдуме, ну, мы понимаем, конечно, проголосовало за то, чтобы признать его президентом. Ну и через некоторое время чувачок захворал немножко. И его сын стал президентом, причем, наверное, самым молодым в истории вообще. Ему только 19 лет было. Это вот младший Дювалье, который получил прозвище Бэйби Док. То есть его отец был доктором, доктор Дювалье. Его называли Папа Док, а вот сын Бэйби Док. И вот он правил с 71-го, кажется, по 86-й год, пока его не свергли, то есть не произошла там революция на Гаити. Ну вот, видите, даже на каком-то там Гаити и то референдум прошел. Так, референдум просто такого смешного, показного характера. То есть, понимаете, в чем дело. 100% проголосовало за, при том, что народ его ненавидит, просто, ну, это правительство. Ну, я думаю, что у нас не пройдет такой референдум, мне так кажется. Тем более, там уменьшение срока должно будет предполагаться. Ну, я думаю, что на это не пойдет. Все-таки до 35 лет, по крайней мере, Колин их, я думаю, Лукашенко протянет. А кто еще что скажет? Вот я смотрю, Ларгар появился здесь. Ну, мне есть что сказать. А вот скажи что-нибудь. Ну, я могу сказать только одно, что у нашего населения есть, скажем так, два варианта. Это либо Беларусь спасет снайпер, вот, хотя непонятно, кто будет снайпером. От кого? От вертвеца спасет? Мы говорим о ситуации, когда Лукашенко умер. Ну, так я и говорю, что... Внезапно умер, то есть, естественно, и своей смертью. Ну... Подскользнулся в туалете на плитке и умер. Ну, а что поменяется? Бояре плохие останутся. Вот. Ну, как ты рассматриваешь вариант? Вот ты к тому же еще и историк. То есть, вот что ты можешь сказать. То есть, мы вот сейчас внезапно сидим, разговариваем, и тут по всем каналам прошла новость. Солнце Лики закатился. Солнце нации нашей. И что же теперь делать-то? Ну, что делать? Ну... Готов ли наш народ вообще сейчас? Я думаю, что нет. А почему? Ну, потому что, во-первых, как говорится... Смотри, как интересно получается, что Лукашенко есть кому заменить. То есть, он, по факту, он, в принципе, и не нужен. То есть, есть такие люди, которые могут его заменить. Там, та же самая Щеткина, тот же самый Кобякович. И, в принципе, ничего не поменяется, абсолютно. Ну, а дело в том, что, насколько, как ты думаешь, оппозиция может ли активизироваться демократические силы? То есть, не станет ли смерть диктатора толчком для активизации демократических сил? То есть, народ боялся, и тут вдруг Солнце Лики и тень вот эта растаяла, которая нависала. Ну, смотри, вот оппозиция не активизировалась, когда лидер был жив. А когда лидер мертв, оппозиция активизируется. Это вот как будет смотреться? Ну, так как смотреться? То есть, все держится во многом здесь из-за личности диктатора. То есть, он наладил такой силовой аппарат. То есть, многие смотрят на него, вот он там сидит, а тут вдруг его не стало. То есть, понимаешь, это всегда такой шанс, момент переходный. Когда, так сказать, власть колеблется. Даже если есть какой-то переход от одного к другому, тем не менее. Ну, смотри, Сталин умер. Что-то изменилось? Ну, в некотором смысле. То есть, там немножко другой случай. Борьба за власть. То есть, кто предполагал, что Хрущев тогда станет новым генсеком? То есть, Маленков там какой-нибудь, Берия были главными такими претендентами. А кто стал? Ну, смотри, люди, ну, то есть, самый главный умер, а следующий глава стал из его команды, грубо говоря. А после Хрущева стал, как говорится, еще один товарищ. Поэтому, пока эта система не разрушится, то есть, ну, то никакой, никакая смерть Лукашенко не поможет, я думаю. Просто будет все так, как есть. Только с другими лидерами из его же партии, то есть, из его команды. Я вам скажу, будет по конституции Кобяков. Я стыдю, кстати, в эти новости, можете посмотреть новинные. По конституции переходит власть сразу же Кобякова. Ну, так Кобяков и будет президентом, и все. И ничего, и никто ничего не скажет против. Либо Макеев. Путин может сказать против что-нибудь. Как лишь то, что он скажет, ничего не скажет. Тем более, вы читали хоть и про этого Кобякова, биографию. Ну, так Кобяков, это тот же самый наш президент, только Кобяков. Еще полягче, еще такой более подратливый, на котором, да. Те же самые... Откуда он вообще родом? Где он был, где он служил? Вообще читали хоть что-нибудь о нем? Краем уха слышали, но суть-то... Короче, не читали, но как всегда. Да, он родом из России, из Москвы. Служил в России. Ну, так тем он. Был изначально в России. И он россиянин, по сути, он на Беларуси очень непоботный. Как, кстати говоря, и многие другие негодяи, например, вот, которые у нас были там, Щеткина, она тоже откуда-то из России. То есть, такие вот жесточайшие люди, варяги такие, которые прислали сюда, чтобы Беларуси... Вы же послушайте их. Они от президента нашего склада муа ничем не отличаются. Только помладше немножко, может быть. Ну, если вот так вот разобраться. Ну, президент хоть Беларус и родился в Беларуси. Но одна поправочка, Фридом. Он Беларус, но он коммунист, он член же партии. То есть, такой совоконстанет. Ну, слушай, и сейчас все абсолютно мускумнисты, то сейчас в парламенте. Тоже Кобяков, Макеев, все они социалисты. А из них такие социалисты? Что? А вот интересный вопрос, раз мы поговорили. Слушай, Фридом, а вот сейчас же формируется либертарианская партия. Вот интересно послушать твое мнение. Вот как ты думаешь, при каких условиях либертарианцы могли бы прийти к власти в Беларуси? То есть... Прикаких? Что для этого, по-твоему, было бы нужно, чтобы либертарианцы имели возможность оторваться... О, так что медиа-процесса... Ну, инструмент под названием «Медиа». Опять же, партию свою иметь хотя бы в том плане, чтобы по каждому городу, опять же, для партии нужно тысяча участников. Деньги, опять же, нужны для этого. Минуточку. А в этих условиях партия вообще возможна, в которых мы живем? Нет. Вообще-то возможно. Теоретически-теоретически. Нет, почему? Если вот, к примеру, соберется там все предприниматели Беларуси и создадут себе партию. Возможно. Так я говорю, что это же теоретически это и называется. То есть теоретически возможно, но на практике пока никто не пробовал. Ну смотри, на практике. Сколько бизнесменов сажали, сколько предпринимателей сажали. И за это время они как-то организовались? Вообще-то да, не помню протесты в 11-м году. Да, были огромные. Протесты были шесточайшие. Почитай, в 11-м году какие были протесты по всей стране, причем не в Минске. Я как раз знаю, но сколько из общего количества. Тысячи были, а кто знает сколько их всего. То есть были тысячи. И тут проблема в том, что протесты и организация в партию это разные вещи. По сути, эти протесты были непосредственно от простого народа, то есть не от партии. То есть это примечательно. Люди неорганизованно просто сами выходили. Понимаешь, вот на рынке сидит торгаш какой-то, у него дела не пошли, он с другом договорился. Ну а как он? Он же у него нет телефонного номера таких же предпринимателей, например, в соседнем городе. Поэтому он просто не может с ними коммуницировать. Нет группы, например, для предпринимателей где-нибудь в Телеграме или в Фейсбуке, где бы они могли скоммуницироваться. Или типа вот такого же Дискорда. Если бы люди объединялись в группы, то есть различные вот такие организации, потому что официальный, например, какой-нибудь профсоюз такой у нас невозможен, к примеру, да, профсоюз предпринимателей. Его не позволит государство создать. А вот объединиться неформально через интернет, это вполне реально. И организовываться уже там. То есть это довольно интересный вариант. Интернет открывает хорошие возможности. Не, ну вот я вижу, вот есть группа Минск. То есть они организовываются в Телеграме. Они организовываются и решают там проблемы. Процесс пошел. Есть, к примеру, даже вот недавно вот увидел, есть такая группа в Телеграме. Группа, которая показывает группы, какие новые в Телеграме, белорусские непосредственно, так и называется, белорусский Телеграм. Ну там вот группа, вот недавно видел, Грушевка. А район Грушевка. Ну, то есть теперь решение проблем насущных. насущных то есть люди начинают организовываться чего-то дойдет это хорошо если так потому что ну у меня была возможность поговорить с людьми которые занимаются в торговле они крайне обеспокоены тем что очень высокая ндс но на вопрос что делать они мне говорили ну пока торговли идет пока не зажимают работать можно а игра если ндс там до 40 процентов подымут что вы будете делать а ну тогда посмотрим поэтому конечно с одной стороны я просто с такими людьми сам общаюсь в какой-то степени вот и там не все так радужно получается к сожалению вот да ну что все обсудили хотел сказать вот многие да вот жалуются в стране что все плохо и так далее а когда спрашивают что делать никто ничего не может предложить живут что-то даже радикально никто ничего не говорит потому что нужен лидер который всех объединит понимаете он ажи с нашу президент этого не позволит любом случае он если узнать что кого-то случится этого лидера найдут повяжут и выкинут в речку убитого но смотри взять вот ту же самую украину которая на которыми нас все пугают минуточку там судит там то есть там студентов избили на следующий день вышли их на и родители у нас если кого-то и забьют то родители скорее всего будут просто передачки носить не более того а роз а родственниках вообще речь не идет не но подожди вот я с тобой согласен но вот недавно немножко было по-другому когда скажем так далее очень много сроку малолеткам за наркотики когда и мамы просили хотя бы на условный посадить потому что люди сядут и ребят детьми а вот взрослыми потеряю не ассоциализируется в обществе хорошо вопрос а вот эти мамы мамы до того как их детей посадили за наркотики думаешь не были такого мнения что за наркотики расстреливать сейчас стало и мне не изменяться не даже вообще моя хата с края была и все такое сейчас выводь подымается проблема просто просто понимаете у людей такое мнение по поводу наркотиков что за рано наркотики нужно расстреливать но когда их на ребенок попадает с наркотиками то кто тогда они начинают менять свое мнение а почему они раньше не могли с вами не есть не детей просто идея на дети дети они легко программируются любом случае взрослые и маленький ребенок они программируются грубо говоря лучше ну как как-то лучше отстреливать вот барыг который барыжет грубо говоря не знает что барыжет вот и им руки подрубать как делать китае примеру не расстреливать на месте как он тоже разрешил не проще ли легализовать наркотики чтобы эту монополию ну чтобы как бы вот этот бизнес подпольный я вот эти и данные по поводу китая полностью провально то есть есть все это делаю это для стран третьего мира то есть я мать его создать привод предложения спрос рождает предложения а другой стороны ларгар тут важный баланс в таком случае кто-то скажет а почему не легализовать торговлю например атома и тяжелыми наркотиками проституцию тут речь а тут не об этом и что делаю речь о том что хотя бы дикими называть никто не говорит легалой а почему люди начинают на торговать с наркотиками ну ади за пусть рублей поди за 300 рублей не хотят на заводе работать поэтому иду или даже 300 нет кстати вот в группе тут чат для всех я до этого скидывал зарплаты то есть прошелся я по официальный значит нашей бирже труда и нашел там парочку зарплат вот смотри сейчас я тебя зачитаю инструктор методист по физкультурно оздоровительные спортивной массовой работе орша теплосети зарплата 76 рублей там не написано даже что на полставки а как у человека с такой зарплаты и не пойдет наркотики вот понимаете соблазн вывели ну тут вариантов да немного а вот ладно возвращаясь извиняюсь перебью чуть возвращаюсь к теме раз мы уже оставили насчет преемственности власти в той же статье на винбай описан тоже такой сценарий называется риск войны всех против всех основная проблема в том что в беларуси нет понятных механизмов преемственности власти подчеркнул в комментарии для новинный бай директор института политических исследований политическая сфера андрей казакевич раскладка же высших эшелонах власти по его словам непрозрачна и нестабильна вопрос о новом лидере будет решаться в узком кругу влиятельных лиц прогнозирует собеседник при этом вероятна ситуация когда никто никому не доверяет и начнется война всех против всех в таком случае россия может попытаться стать гарантом посредником или иначе москва попытается выдвинуть наверх людей на которых ей легко будет влиять например через компромат предполагает казакевич политолога в том что президентские полномочия огромный и победитель может использовать их для сведения счетов с врагами ну сразу же бред потому что тут уже вертикаль власть выстроена лукашенко не скажи они все равно перед лукой и какой-нибудь когда станет преемником один другой скажет о чем я хуже в принципе говоря чем он мы вместе ходили как говорится на поклон к лукавому только работает в их ключе то есть для народа а для их и в их ключе собственно говоря для них будет кобяков тут и фарварян может стать но кто сказал что какой-то другой влиятельный человек не использует парламент например для того чтобы этого человека убрать то есть сделать переворот дворцов вот ничего россия не сможет сделать так как блин а внутренней борьбе в первую очередь а внутренней борьбе поставят наклона независимость точнее независимость белоруссии а почему они рассматриваются понимаешь минуточку почему вы не рассматривать то что может быть какой-то сын президента нашего станет новым только школьники об этом говорят он же командует силовыми этими структурами кгб возьмите хотя бы шишку рамзан кадыров тоже был охранником ну то есть начальником охраны своего батьки убрали в этом не у нас они как раз таки схожи полностью нас много аналогии два кандидата все кобяков и маки все даже обсуждать или мясникович опять же но никак не сыновья только вата говорит о сыновьях либо школьники я старший сын вполне себе имеет большие возможности школьники об этом еще раз почему это но школьники не школьники а почему это бред ведь на окна тунеяство тоже бред я тоже мне извините меня пожалуйста но когда на окна тунеяство как раз таки все самое то что кажется очевидным она как раз не очевидно ярлыки используют как раз только школьники умные люди стараются размышлять в любом случае даже если все про колю которому 14 лет какой у нас не доберется уже это как бы предельно понятно поэтому не надо говорить про колю это все фигня даже если вдруг вы будет возможности не допустят не допустим так это понятно там что коле ничего нету а увидите есть кгб а кгб сами понимаете что третий кто-то а третий получается он по-моему белорусскими лотереями спорта не только он еще короны на бабах получает лотереями лутереями ребята короной владеет да вот этот здесь пришел киса кот вот скажи что ты думаешь по ситуации беларусь после лукашенко какой ты видишь сценарий я могу ли сказать одно вот внезапно умирает солнцели к примеру будут изменения будут какие-то изменения какие именно я не могу вам говорить но изменения по-любому будет то есть какие именно положительные или негативные не могу то есть как бы ни о чем понятно что изменения будут типы того да я думаю это развитие событий в стране по какому сценарию ты видишь вот он умер и что будет происходить по-твоему по-любому мне кажется кремль начнет сувать руки сюда по-любому если вдруг это проведет внезапно как бы путин активизируется и скажешь что-нибудь в духе ой здесь русскоязычное население правило защищать минуточку вот касательно путина если он не начнет в африке там третий третий фронт откроет так называемый то возможно русскоязычное население в африке защищать не ты не понимаешь частом в африке получается россия очень смотри россия африке очень сильно помогает вот и там если не ошибаюсь какая африка африка это целый континент есть честно маленьким группировкам в различных африканских странах но никогда ну то есть смотрите но несущественно но несущественно а вдруг там в африке какая заварушка надо там защитить диктатора какого-нибудь но опять это делается силами частных военных компаний последних несколько сотен лет и всем всегда плевать и диктаторов там из штата защищают и прочие люди страна третьего мира вообще чонка вот здесь в чате пишут небольшую поправочку коронный владеет тапузидис а не дмитрий на кто это бизнесмен такой но еврооптом хотя я играл там другой человек владеет то евре кому заведует кстати там два по моему человека если не ошибаюсь все равно это через президента идет не факт что пакет акций контролирует контролирует возможно какую большую сумму потому что смотрите евре ки есть во всех районных центрах они по-любому есть и плюс еврик начал покупать в маленьких городах вот эти старые магазинчики их переоборудовать типа в 1 плюсовый мало того смотри что эти на поле до говоря надо вот про монополии как раз они сейчас поспособствовали тому чтобы район изменил монопольное законодательство расширил да я сказал что он борется с монополии то есть хочет не 20 чтобы рынка было у европа а больше 35 да 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 он хочет сказать что это бы есть борьба с монополии типа такой он пытается утопить ребят вам еще раз говорю я работал в банке я работал как бы с частыми командировками я объездил всю свою область я могу что сказать райпо в область конкретно не знаю в какой я не буду озвучивать вот моей области конкретно райпо загнивают потому что конкуренция дикая никто в райпошные магазины не ходят в плане продуктов всех будет евро опт раньше когда еврика не было ходили поверь ходили потому что выбора не было сейчас есть еврик они предоставляют достаточно качественные услуги на фоне того колхоза и пока они не стали монополии кстати монополии понятно конечно там уже все равно будет еще не не забывайте что в каждой деревне практически но я не буду тоже область называть есть по два по три мини-маркета евро опта поэтому сами понимаете я же сказал в каждом районном центре есть огромный еврей куда ездит весь район то есть так катаются всеми районами областных центрах понятное дело взять тот же минск там если конкретно брать по поводу монополии вот конкуренции в минске это как бы минску это не грозит потому что есть всякие короны из вот этих вот более-менее топовых которые нормальные услуги предоставляет корона гиппо что там еще потому что маркетин включать не вновь что дорожно что там еще больше родная сторона и я бы сказал я бы не говорил уж соседи толковые слушайте у меня более-менее серьезные которые которые как бы сценник побольше как бы аудитория чуть другая потому что условно соседи и мартин я не включаю потому что такое себе можно к банковскому служащему вопрос а я уже не работаю но суши если снизить ндс там на три на четыре процента это хорошо бы для бизнеса я работал в рознице как бы такие вопросы мимо меня идут сразу говорю блин я работал с розницей то есть не корп не корпоблока именно розничный бизнес хорошо просто общий на вопрос если налоги который облагается бизнес снизить это хорошо будет бизнес но я думаю что какое-то время улучшения будет позже бизнес начнет больше бабок рубить все равно нас как бы необходимо я не могу сказать какие необходимые реформы но реформы необходимы потому что у нас в нашей стране да не только в нашей в россии в то же самый бизнесу не дают развиваться его в принципе душит на корню я вообще вот с некоторыми ребятами но своими знакомыми разговаривал что в америке ну опять же это может быть слухи домыслы разговаривали про apple и якобы стив джобс когда вот начинал собирать свои там мобильники компьютеры то есть поначалу он вообще никаких налогов не платил государству и ему государство даже помогал а потом уже когда какой-то приработок какой-то ну заработок денег пошел то тогда уже небольшой налог он платил а потом со временем больше 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 не знают миф или не миф но ссори что эти перебью не надо как бы за историями то же самое apple ходить возьми историю илона маска и теслы но у них льготное было налогообложение то есть налоги они в любом случае должны платить но у них льготное налогообложение очень много всяких послаблений потому что конкретно тесла это убыточный проект то есть прибыли там особо нет ну прежде чем да это с коровы прибыль просто понимаешь конкретно вот эта вот идея электрокаров ну вот конкретно на тесле это и это изменит мир поэтому штаты как бы если вот допустим сравнить по этим как о сравнение было ли вот этих самых богатейших людей из штатов и россии вот для примера в штатах рулит ребята которые как бы интеллектуальную какая-то интеллектуальная деятельность в рашке это к примеру сырьевые магнаты которые просто торгуют недрами страны поэтому как бы это говорит омно спекулянты тоже зарабатывают ну спекулянты имею ввиду да но в штатах в основном зарабатывают ребята которые вот шевелят мозгами и не торгуют манерами то есть к примеру цукерберг тот же самый возьмите один из богатейших людей взять того же самого главу майкрософта бывшего но смотри в чем смысл прежде чем с коровы что-то иметь надо коровы вырастить а у нас коровы вырастить не дают а с неё как но по поводу коровы возьмите тот же самый парк высоких технологий как бы вот недавно относительно была история по поводу ну как относительно я уже рассказывал об этом год назад как бы из пвт можно было сделать достаточно дойную корову но прошлого директора главу парка высоких технологий отстранили типа из-за маленьких денежных потоков и я даже не знаю кого сейчас поставили на гуглить ночью изменилось что-то честно сказать у меня как бы я работаю в конторе которая на собственный продукт работает то есть него цене в аутсорсе я не могу ничего такого сказать у меня как было все то же самое осталось вы планирую попасть в аутсорсинговую контору там уже будет как бы видно тогда я смогу сказать вообще как бы я особо особого нытья в интернете я не видел но чисто в теории как бы сам факт того что если туда условно поставить какого-нибудь прокоповича считай сфера загнется быстро а ну я понимаю как он то крепкий хозяйственник пётр петрович ну вы понимаете крепкий хозяйственный крепкий хозяй хозяйственник это но это получается от обратного идет крепкий хозяйственник но понимаем обратную сторону такого таких вот ребят ставят как обычно идет колхозный менталитет у этих ребят и начинается очень дичь понимаешь если бы их еще обучили в той в той сфере которой они управляют может быть какой-то резон был на вопрос надо ли это ему и тем кто кем он будет управлять то есть тут тоже ради рофла вспомните правительство канады вроде бы это было правительство канады когда ребят которые заведуют какой-то короче на пост к примеру министра по какой-то конкретной сфере ставит человека который действительно имеет какое-то отношение ну то есть действительно как это правильнее выразить компетентного человека ставит компетентного человека то есть примеру там по вопросам социалки поставили инвалида то есть который ну шарит во всем этом и будет разрулить вроде бы это было канада по вопросам миграции поставили вроде даже индусы если мне память не изменяет сейчас погуглю скину во фут есть что ну так потому что они понимают что есть сытый сытый бедного вернее сытый голодного не поймет поэтому в каждой сфере должен свой человек быть который разбирается в этом вопросе тут есть такая проблема это опасно то есть для лу как уже вы читали для него главное личная харизма он один блещет а представься появляется талантливый человек который становится на свое место он добивается успехов естественно народ устал от лу и он ищет кого-нибудь еще а все как у нас сейчас принято говорить но кто если не лукашенко как вот тут появляется мать проблема в том что чтобы появился лидер надо чтобы открыть организации это еще раз повторяю не нужен никакой лидер лидер нужен рабам так я понимаю плюс по поводу лидера вот такие группы нужно создавать как раз таки и должны локально вот они россияне ищут лидера возьми того же самого навального какой навальный божий ребят успокойтесь но его просто воспринимают как лидера который что-то может сделать но по факту я понимаю что он ничего делать не будет и уж не кремлевский потому что он до сих пор жив возьмите чемпионат футболу смотрите то есть во время этого чемпионата можно было провести какой-то протест какой-то не знаю там пикет но навальный почему-то молчал по поводу пенсионного роста говорила сколько я знаю не был не масса и собирал витинг типа он пенсионный хозяин там что нибудь ты собирал вообще-то собиралась ученику то можно пенсионные пивот что навальна грида пенсионного возраста далее немножко как у нас повышение пенсионного я немножко за и против объясню почему эти пенсионные потому что смотрите сейчас работы в основном умственные грубо говоря бухгалтера ну там экономисты менеджеры в основном как бы тумс работаешь ты физически не напрягаешься вот для таких людей почему подольше не поработать они шнур фактически напрягаются физически но смотри я сама ревну в пенсионной системе нас был поздно вот скажу что навальный он играет на негативные повестки он говорит пенсионный возраст подняли а вот я то приду я опущу но он не говорит о сайте почему подняли пенсионный возраст потому что нет денег в кубышки вот из-за чего а он не говорит как он наполнит кубышку что что он делает вообще способов напомнить наполнить кубышку есть очень много но давайте начнем с того что пенсионный пенсионная реформа в россии повышение ндс в россии это последствия крыма сирии и украины из-за его зависимости до но люди к сожалению этого не понимают многие это дело что как бы в бюджет придет новый поток денежек вычитали статью которая скинул новости как ромачок про проблемы все то есть увеличение реальной зарплаты на 13 процентов когда производительность труда выросла только на 5 процентов при мне кажется что производительность труда низкой это повод чтобы не повышать зарплаты вам не кажется это вот странным что перед каждым обещанием повысить зарплату начинают рассказывать что производительность труда низк но она из-за того что у нас за мой рабочий стаж зарплата была повышена один раз она раньше было 200 вроде 85 95 до 305 вы правду верите что у нас производительность труда низко в том числе это одна из причин это не главное в том числе что я вам сказал я сказал еще не реальная зарплата на 13 процентов а когда производительность труда выросла только на 5 процентов вы вообще уши чистите хоть немного извиняюсь за французский но вот вообще все гораздо глубже то есть у нас лукашенко начиная с того что лукашенко говорит всем по 500 то есть он не обращает внимание вообще не на производительность не на что так вообще не делается нельзя просто с потолка сказать я дам по 500 я дам по 1000 все это должно соответствовать как раз таки тому как работают предприятия и зарплата должна из этого процентов выросла производительность труда ли вы вообще ничего слышите увеличение реально мы говорим просто немного другом выросла и выросла да но смотрите вот могу даже вот пример провести на некоторых производствах грубо говоря допустим надо чтобы работало 20 человек а реально работает 15 и они делают ту же самую работу что делают 20 человек даже даже больше и им начальник рассказывать что они мало работают тут это не работают они как раз таки много тут дело в том что у разницы в 13 процентов то есть влечение зарплат на 13 а разница труда на 5 то есть раньше видно об этом даже и говорить не стоит то есть это понятно я тебе говорю еще глубже развиваю тему то есть это понятно но лукашенко просто даже он не смотрит на саму суть какая там производительность и какое что он просто берет с потолка и говорит я вам повышу на 500 а производительность выросла которых на пять процентов она могла например какой-то момент вообще упасть но он все равно говорит а я вот по 500 и все блин я же говорю про разницу между увеличение зарплаты и производительность труда то есть она существенная в два с половиной раза то есть вот я понимаю я говорю о том что он даже вообще не на это и не смотрит он просто берет и назначает даже независимо от того насколько даже если она упала вообще не вырос вы имеете ввиду если будет больше производительстве труда будет больше зарплата так ну типа того но опять же это если ссылаться на примере смотрите ладно я работаю на заводе и там люди работают завод работа без проблем все работают никто не на лоневый лица но но проблема в том что наша продукция типа как мы говорили некоторые не покупают или возвращают очень много грубо говоря из-за этого предприятие идет в убыток сейчас ну как бы не отбивают деньги некоторые кто будет покупать если у населения нету покупательные способности а покупательные способности нету потому что зарплаты 300-700 ты говоришь варгар только о случае если это продавать на внутренний рынок но они продают многое на внешне куда-то на россию к это в заграницу да но как мне сказали почему у нас ведь убыток потому что сами магазины и появляются частные какие-то пекарни грубо говоря который продает хлеба много дешевле грубо говоря вот в это и есть суть того что низкая производительность понимаешь человек может весь день быть занят и кажется он работает пашет но в реальности выхлоп от этого очень небольшой понимаешь как во многих местах такое есть там человек допустим в одном цеху складывает ему сказали будешь ложить складывай сюда он весь день пахает складывает а рабочему с другого сказали иди приди вот туда возьми и переложи обратный то есть они вот так по сути дела как краби как лебедь рака щука один тянет в одну сторону другой в другую то есть делают дурную работу а по факту производительность какая-то выхлопнули в давай это следующий при росте промышленности числа прибыли сократилось на 23 процента девять десятых появилось больше убыточных предприятий сумма чисто чистка убытка убыточных организаций выросла в 2,2 раза сельское хозяйство сработало еще хуже сумма чистую чистого убытка на одну убыточную организацию выросла в 3,1 раза то есть опять же полный провал до добыть бюджетного сектора а пока за затронули но аграрно-промышленный комплекс не одна бабка рассказывала что когда президент приезжал как-то сказать на проверку то они у местного населения но эти как ну аграрии эти брали коров потому что свои были ну не в очень хорошем состоянии и для показухи что вот это вот мол наши коровы такие хорошие но это как бы единичный случай но где гарантия что таких случаев по всей беларуси десяток не наберется поэтому тут тоже сами понимаете вот к нам зашел новый человек виктор беларус скажите тоже что-нибудь по теме слышно меня да ну немножко погромче может быть если можно добрый вечер всем хорошо говорить вот ну тут основная тема была что будет после того как после бюджет лукашенко так да возможные варианты какие вы едете но я весь стрим еще не успел прослушать но все варианты которые я услышал они конечно смешные если честно ребята все вы понимаете все обсуждают существующую реальность то есть только реальность которую нам создали и мы вот думаем что здесь от лукашенко все зависит она зависит только нашего такая серая жизнь возможно а на самом деле вся политическая жизнь и основная жизнь страны от него не зависит так это понятно он как символ понимаете а так а символ тогда ничего не решает он умрет поставят другой символ и все я же об этом и говорил что таких лукашенко что будет кобяков то есть система же выстроена то есть верхушку будет на смене лукашенко вот и все то все просто вертикаль власти уже выстроена даже не вертикаль власти нашей больше на кремль посмотрите внимательней на кого-то кто управляет нашей страной но это понятно кто управляет вот в реальности поэтому все забудьте как только его можно поменять этих лукашенко говорится 10 20 ты говоришь что управляет кремль а почему тогда по-твоему военную базу отказывается лука оставить российской здесь это он для для телевидения и для электората отказывается на самом деле как труба продавалась сначала поэтому тоже труба вроде как было ценное потом она вдруг стала ржавая все делается все равно как хочет кремль хорошо а почему тогда он не признал не эти не лнр не днр не аннексию крыма не другие республики типа приднестровья там потому что не дурак вот именно и и здесь ему не было такой команды потому что слишком уж ну смешно будет выглядеть беларусь союзник блин это россии сразу признает как что то есть нужно продемонстрировать некую независимость действительно нашей страны а если мы будем поддакивать под каждое слово то просто с нами вообще уже никто не будет обращать действительно уже так вот можно что-то выторговать за границей а так у нас будут вообще смотреть как на регион россии и все почему я не едет после вас три скоро поедет впервые там за двадцать лет идет явный отход его от россии вот смотри он попытался запретить он дал сигнал такой попытался запретить правда неудачно бессмертный полк в беларуси и наоборот разрешил концерт возле оперы для белорусов националистически настроенных то есть это тоже что что он у интересно у кого там хотел выторговать это противоречия понимаешь это всего речка это это просто игра на публику и на запад ну неужели он действительно представьте себе будет чем полностью от полная копия делается как в россии ну тогда с нами вообще никто разговаривать не будет полная не полная копия но это основные вопросы которые нет 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 вы это разрешить кому-то там походить с флагами это ну это что это кому-то мешает а продавать оружие свободной сирийской армии которая воюет против россии это тоже ему путин наверно сказал вот вот тут вот уже в эти схемы поверь мне не не вы не мы даже не знаю что там крутится и вот именно для этих схем и нужно чтобы была видимость некой независимости у нас но согласись что он сидит на двух стульях пытаясь ну как заметно у нас все практически все население сидит на двух стульях поэтому от лидера ничем не отличается на двух это такая большая игра я шум говорю это большая игра и нам нужно показать что мы типа как бы независимы на самом деле мы играем полностью по подбудку кремля и касательно вот или жопа в системе на россии она белоруссии санкций нет это тоже нужно учитывать вот именно кстати да но а если бы мы полностью бы уже ну даже вот эти демонстрации не делали бы то у нас на говорю просто вообще никто не не брал бы врачу а для того чтобы была такая лазейка мы вот поэтому и играем такую типа независимы так а зачем играть с независимость кому-то выгодно я ж только что про это говорил это это кремль мог бы поставить здесь своего какого-нибудь субмария неточного либо поставить лукашенко перед вопросом что ну давай дружок и минске он и стоит уже и союзное государство будем интегрироваться полностью то есть а зачем и предприятие покупая а почему нет вы не слышали о чем мы тут только что говорили кому это не выгодно выгодно что чтобы было марионеточное государство между европой и россии вы было видимая независимость типа мы сами что-то решаем бы на нас санкции не накладываешь вы могли оружие продавать то же самое российское и так далее оружие врагам россии я про что те говорите знаешь куда мы расследование официальное то есть что беларусь во первых она вошла в десятку по торговле оружием и она продала болгарской какой-то компании до которая потом перепродала оружие в этом как во свободной сирийской армии то есть то есть это было безобидно ты понимаешь что такие вещи там так зарыты и там кто кому чего пожалуйста открыты что открыто ты веришь у сирийской армии например это именно враг россии свободная сирийская армия это была самая оппозиция мусору имеет ввиду там всяких игил и 5 10 потому что россия по факту не с игилом воюет там а именно со свободной сирийской аппарат именно ты никто не знает по факту с кем она просто поддерживает конфликт вот и все поэтому оружие которую асады тут даже не нужно быть то школьник даже это поймет господи все просто лукашенко продавал оружие на прядь наоборот а противобоевствующей стороне вот и блин так просто блины не знаю все же открыто поставлял оружие еще этому азербайджан пару месяцев назад насколько я знаю ну так а толку что он торгует оружием и куда идут контрабанда то есть на которой он наваривал я я понял виктору точку зрения что и что типа кремль управляет беларусью полностью на 100 процентов я понял смотри но прямых доказательств у тебя нет уж получается почему нету смотри вот вот и гриш вот у тебя сказали по и военная база отказался построить доказательства лукашенко не под россией подожди ты говоришь обратно и как мы это можем доказать не как получается ты можешь какую-то политику независимую реальную вести или нет я тебе скажу нет у тебя танки завтра будут здесь стране а как мы можем вести не как быстро самонезависимой но мы зависим от ресурсов которые нам поставлялся маленькая страна так всегда любая маленькая страна так зависит кого-то ну так почему бы не зависеть от более сильного и это и хорошо жить от более продвинутого чем тот который пути не сидит и тянет за собой всех логично ну так все зависит в на настоящее время от ресурсов мало что зависит главная технология сожидан примерно ну а у нас получается такой вот я кстати много таких не не слышал что мы живем в беларуси плохо потому что они у нас нету ресурсов возьмите допустим польшу 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 возьмите там есть компьютерная игра ведьмак 3 сколько она зарабатывала заработала денег ну за год и какой бюджет беларусь этот и и просто сравните то есть за одну какую-то компьютерную игру страна как говорится получила свой бюджет о очень много денег а у нас там нечего даже говорить если бы хотели то заработали бы блин и с ресурсами в три раза дорожайшими участвовать просто это не надо кремлю да япония например она не имеет никаких ресурсов но это долгое время была вторая экономика после сша на сейчас китая игру какую-то игру то есть привел в пример не говоря уже о чем-то другом word of tanks опять же блин господи езжи граун а вы если уже говорите кто кого кого здесь управляет здесь уже глобально вот что вообще во всем мире кто-то кем-то управляет и что странное странными играются вот еще правильно только желательно чтобы управлял более цивилизованный нет странными играют как пешками не знаю какой гру там играют и ребята богатые люди а что я думаю существует такое что люди когда достигли бога богатство они без проблем могут скрыть свое присутствие где захотят понимаешь мир настолько хаотичен что управлять но что группы из там из сорока человек управляет миром это как-то смешно потому что мир 40 это многовато загнул 40 я образно говорю что есть такой клуб богатых людей которые управляет миром мир настолько хаотичен что ну невозможно как бы управлять вот нам в детство разное все косвенно я насрали в подъезде грубо говоря это теория теория всем управляет тот кто печатает баксы все заметь кто америка америка не печатает баксы печатает не мере побаться фрестом эти банки там несколько банков частная система да 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 вот в этом и при вот этом и особенность что сама америка тоже должна так что если речь и про страну тут хочется лучшего но или не хотят лучшего что все это возможно вы сгущайте краски я говорю возможно если люди захочут все будет возможно они захотят люди смотрят телевизор и все и у них можно много цеха это все мне песня она вспомнилась царь наш володя грядет и предатели сгинут русский мир придет в каждый дом но это примерно на это рассчитывают и белорусы и россияне ну не все белорусы конечно но кадры есть такие которые с одной стороны боятся скажем так нашего президента боятся милиции боятся силовых структур но если повоевать с бандеровцами они как бы не против вот и получается что бред какой-то это называется генетическое рабство уже полностью все привыкли царь чтобы управлял как он скажет так и будет и пойдешь и умирать и все извиняюсь но сразу протестуя потому что вижу обратный эффект после секрета номер 3 люди начали под подыматься точнее сколько людей поднялась сколько разорвали только за две секунды суши веков веков мне твоя логика виктор очень нравится вот по поводу сколько вышло людей потому что у меня был такой момент когда человек который на тот момент был безработным его отговорила бабушка что не иди на протест а там тебя побьют там бандеровцы но при этом через какое-то время она рассказывала что беларуси все плохо лукашенко надоел я говорю так минуточку вы же отговаривали своего сына вернее внука ходить на протесты и она меня так смотрит как на дурака что он будет у протесты протесты они ничего не решают вот это еще словок воспитал логично лучше пускай умрет сосед но я посижу подожду и вы что-то изменится все равно умрешь но я провальная неудачник вот это и есть тот самый белорусский менталитет который за века сложился из-за того что здесь постоянно говорите риторику лакошенко когда он сказал что у нас не народ народец сейчас действительно народец мы хотим сделать чтобы был народ но пока что у нас не народец у нас народ и фридом я просто видел пример когда был марш тунеад снимали на видео и видел как одного парня держала 6 милиционеров три била дубинками и три держала и просто люди которые были вокруг никто не мог подойти как-нибудь отогнать и хотя думаю возможность было бы захотели даже молодежь тянули дамы и журналисты тянули помню тоже было дело чем было без разницы ну смотри понимаешь надо говорить как она есть потому что если обновить всем было без разницы еще всем было не без разницы не просто бояться что их посадят на шесть лет как это было и год назад щелком который бился с пусорами святославом барановичем он просто ударил там 1 если общественность станет и друг 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 за друга и я думаю не посадят оборот если будут бороться до последнего что вы не лузеры а нормальный народ вы сейчас обзываете народ народ как это делать лукашенко данный момент мы боимся до воскресества мы боимся вот и жгру мы боимся так придем без обид ты немножко идеологист мы реальность про он говорит как надо как не слабака выходит даже делать они мыть как девочка пятилетний который обидел какой-то мальчик реальность когда человек называет и обзывать это нытьем это разные вещи я говорю реальности говорить нужно но не обзывает людей собственно говоря такая так а кто говорит что ничего не нужно делать вопрос так никто не говорит что ничего не делать мы говорим по факту что сейчас оборот обзывается есть такой подожди ты же сам сказал даже никто не сказал народе ты сама сейчас вам сказал мы просто говорю что люди бездействуют в основном когда вижу случается здесь урожеваешь нужно делать вопрос то что проблеме тогда вопрос того что мы должны делать и что будет в будущем но сейчас не говорить точнее что нужно делать и нужно соответственно действовать они ныть вот мы сейчас и делаем это мы первое первое вообще чтобы решить проблему надо ее признать признать возникали что проблема нет если народ а зачем то что исправлять но зачем говорить вот посмотрите потому что у нас проблема у нас стране проблема реальная ее надо заменил можно я свои пять копеек сразу не фридом ты говоришь у нас уже все хорошо то зачем тогда что-то менять если у нас все хорошо говоришь у нас есть народ кораева который действует так и что ему мешает когда свергнуть диктатуру вот то что вы говорите вот это и мешает минуточку можно можно я утащу уточню один момент смотри я частенько сталкивался с людьми которые кричат что за президента никто не голосует но за но лично они когда ты уже начинаешь за рамки ходить стандартного разговора они признаются что дамы три раза голосовали когда начинаешь углубляться в разговоре с людьми то они начинают кричать политика не интересна она не влияет но но при этом жалуется на зарплату на налоги на все что угодно если и как вот с этими людьми относиться говорить что вы хорошие добрые и молодцы или что разжевывать ему что нужно ну вот мне нравится вот евгений вольнов конкретно говорит россиянам кто не есть они на это обижаются думаешь из-за этого это знаешь обратной психологии называется то есть они говорят что они кал скам и так далее и не такие думают до какого черта он их обзывает будем уже оставаться такими же обратно аргументы и факты понятно но при этом он их обзывает нормальному так нормальному достойному человеку стыдно когда его так называют и он после его так назовут пытается сказать нет я не такой я это докажется логия конечно меня извинила если терпила если терпили говорить что он не терпила а герои он от этого героем не станет недавно вот лукашенко вроде говорил или какие-то выборы либо последним либо предпоследнее он так прямо и сказал на камеру что он выбор его по делу у нас был целый стрим на эту тему уже вот он по делу что белорусы мы сделали ничего ну потому что у нас нету независимых организаций которые делаем организациях отдела в людях надо это понять организации создают раз нет организации значит нет людей которые хотят их создать нет могут просто так взять и создать организации такая форма на организацию и формально объединиться вот сейчас я вот в этом стриме говорил что в этих условиях можно создать какую-то легальную организацию ну немножко по-другому но суть то в чем открытую не создаешь тебя посадят все просто так возьмите саму говори правду когда они были оппозиционные реально их там их не посадили и когда не стали еще раз блин а повторяю то ли по не организация на подконтрольная freedom ты опять вылез немного не к месту и сказал они сейчас такими стали но изначально когда они создавались они были оппозиции у них было неплохие так сказать шансы неплохой рейтинг они стали ей быть в десятом году когда вот стало то что стало но что я вам и говорю попытались ребята набрали силу стали опасны с ними приехали побеседовали все в порядке так будет со всеми дело что их вождь их руководитель дмитриев оказался таким вот человеком это в принципе про него есть описание там какой-то который сидел тогда тоже в камере он написал про эту ситуацию очень подробно вот игорь здесь был клещу кого сейчас нет уже он не скидывал эту информацию что он просто сдал то есть ему пофиг на демократические ценности он чисто ради ребят ребята можно я немножко скажу только не перебивайте чтобы было понятно кто тут многое тут идет переливание из пустого порожни вот представьте себе дом ваш дом вас там семья там все вы живете приходит такая неплохая такая толпа боевиков просто балотих вот бандюк они захватывают ваш дом вашу семью держат заложник их сидят там пьют бухают там и законно их не стороне менты не приедут никто ничего не сделает вот вы сейчас говорить о том что нужно создавать какую-то организацию звать соседи стоять плакатами писать от освободите мой дом там и так далее правильно я понял но это да в принципе я бы поняли на что я намекаю что такую систему можно сломать только кардинально запомните никто вам никакими путями не позволит это изменить нет ты понял неправильно мы не собираемся создавать никакую формальную организацию мы стараемся объединить активных людей которые хотят что-то изменить вот как мы и создать неформальную организацию то есть сетевую такую структуру объединение блогеров активистов то есть всех людей которые неравнодушны и решать вопросы то есть что мы можем сделать и как мы будем действовать координировать то есть людей объединение людей никто никуда не собирается выходить на площади то есть это в частном порядке кто хочет конкретно может индивидуально если вы не выйдете никуда вы вообще тогда вы так и останетесь в теме и что заключительная фаза выходить и что-то делать на улице это заключительная фаза вот сейчас был митинг я понимаю чем виктор говорит но минуточку чтобы что-то сделать надо какие-то грубо говоря мускулы иметь а идти шашкой на головой против танков на данный момент но и согласитесь то глупо ну естественно только в том почему люди которые заинтересованы больше там тунеядцы вот они потому что с ними надо работать вот это мы и собираемся делать понимаешь чтоб мускулы эти возникли а то работайте объяснить им почему они должны выйти то есть вы думаете кгб зря свой хлеб живет они же тоже все это прослеживаются эти общественные организации объединение группы людей настроение и так далее там целые там тысячи людей сидит зарплату получает за это не думайте что все так просто ну вот не данный случай с этим рэпом вы видели этого агента кгб вообще ну девушку это нет я она завербована кгб она не является кадровым агентом то есть прямо вот ими и работала на них минуточку но понимаешь я даже сталкивался с милицией которые недовольны если они как бы выполняют приказы значит они понимают что то есть как-то сказать получается что они понимают что это правильно что они делают но серьезно какой человек будет делать работу которая ему не нравится не обязательно подожди секунду виктор перебью вот ты же недавно знаешь был случай там в куропатах бывший сотрудник этого ивс по-моему там громыко мент вышел на защиту куропат стал там и все с протестующими то есть показал свою оппозиционную позицию ну и что его уволили с работы он теперь больше не сотрудник а он подожди на окрестина он по моему работал они такие люди есть их много просто они понимают что это ни к чему не приведет то есть это вот статкевич призывает сейчас идти прям на улицу вот сейчас толпой и типа что-то будет а что будет надо работал народа широкий расходу бит или получат и все просадки еще лучше сразу забыть почему многие из них я уверен даже достаточно честны и откровенно хотят они сами понимают что ничего не сделают виктор я так ты сторонник радикального решения беларуси да естественно а другого нету это вам точно говорит что ты предлагаешь эфир идет то чтоб ты имел ввиду да 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 это все идет в эфире то есть без матов без экстремизма без призыва так я же говорю ничего не хочу нормально живет ну а мы предлагаем объединение общественно то есть мы будем узнать тоже право там то есть понимаешь суды не пойдет на мейтинг то так далее радикальный способ он никуда не уйдет мы к нему скатимся в любом случае если ничего не сделаем а вот попробовать мирным путем и законным это никогда кажется не поздно пока есть такая возможность надо в чет пытаться сделать к радикальному мы все равно скатимся рано или поздно если ничего не будет нас если я как в это в таджикистане границы не закроют и забуду а я кстати на самом деле сейчас очень у нас выгодная позиция мы сейчас реально можем сидеть и ждать массу количество вот что мы мне понравилось как пальчик сказал он сказал что сейчас изменить конкретно нельзя но не в истории возникают моменты такие в некоторые периоды когда можно повернуть все вот как 90-е годы было главное чтоб народ был готов что было создана гражданская поколений терпела ну например 60-х годах каких-нибудь или в семидесятых при совке но нельзя было создать независимую беларусь как-то не крути хотя уверен сразу на тоже люди наверно были которые были не против извиняюсь ну почему вы такие темные в истории в 90-х люди вообще-то протестовали мы не про 90-х говорим мы говорим про любой период к 90 это результат а почему другие поколения терпели про какой период ты говоришь 45 по 90 потому что что они не могли это были протесты были как бы где-то еще суд сожгли ты знаешь был такой случай когда сын там какого-то чиновника по моему убил там кого-то и его оправдали тогда народ вышел и сжёг суд вместе с судьей тогда устроили жесточайшие репрессии было несколько человек там арестована по моему даже к высшей мере приговорено то есть постоянно вообще происходили волнения и в краснодарского рай и много где но это все было локально и не и как бы не советский союз да там кгб свой хлеб точно ела не зря что-то может понять на тему уже в прав прошло начали давать а нынешней беларусь разговаривать приговорили нужно сейчас вы готовы прошлого прошлого мы делаем просто выводы результаты нужно забыть обиды что там кто чего дел и строить сейчас я вот слушателям из беларуси предлагаю сделать создавайте в вашем городе в группу там соц сети и объединяйтесь вот и все да видите блок каналы то есть снимайте происходящее что увидите беспредел фигню какую-нибудь выкладываете то есть это на обсуждение общественности вот то будем транслировать нам и проблемы транслировать делать это же не проблема уже есть компьютер ваш наверняка есть телефон в блин в чем проблема вы опять ищите лидера лидер я не слышал что говорили что лидеры не нужны и так далее скажем так не все люди умеют думать любом случае нужен грубо говоря лидер не лидер не лидер не лидер который типа как будут командовать как вот президент локальные лидеры небольшие локальные лидеры обладательные лидеры координаторы да можно так сказать чтобы не водить людей в заблуждение есть готовое название сотни кто-нибудь смотрел фильм первому игру и к первому игроку приготовиться ну 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 смотрел как там вот там был лидер один но были люди которые понимают и не сравнивая фильм там фильм много чего не договаривается понимаешь там это отдельно разговоры но суть-то ой игре нет вообще-то никакого власти там не проговаривается много чего понимаешь как как и что тут ну отдельно не на стриме лучше ну понятно ладно я понимаю что ты некоторым это думаешь что даже я думаю можно создать какую-то утопию беларуси но в мире этого не позволить нигде мы все равно либо будем мы будем всегда под кем-то и кто-то будет нами руководить начало давать или в состав россии лица польша ну если уже на то пошло ну просто вот послушать говорит таких людей нужно сразу привлекать просто вот если вот так вот рассуждать что вот получается мы вот мы будем под кем-то но так о чем тогда вообще речь ну вот на данный момент мы что же зависим пример от кредитов и европейских кредитов российских кредитов китайских мы берем то есть наше наше сделать прибыточный тогда кредитов будет меньше их можно постепенно отдать и укрепить намного меньше намного будет меньше да не в кредитах дело весь мир в кредитах живет нет да я понятия да что такое кредит ну ребята понимаете кредиты мы берем то есть наше правительство берет под два процента годовых или под один процент годовых а уже внутри страны дает под 15 по 20 процентов то есть чтобы окупить и на этом еще заработать вы же посмотрите сколько процентов годовых дает дает америка дает запад но это же легко посмотреть а какие у нас кредиты поскольку кредиты внутри там страны такие всякие потребительские ну на малый бизнес хотя бы посмотри кредиты какие льготы на тоже малый бизнес и так далее никаких льгот в этом то есть нет я щас про запад говорю а про запад там да там все окей ну так там свободное общество а у нас это средний бизнес не нужен никому поэтому мы и вынуждены жить за кредиты внешние россии там запада и все потому что внутри экономика увы он ничего не дает ну так просто деньги которые мы зарабатываем за счет внутренней торговли и внешней торговли идет на содержание армии на содержание силовых структур на содержание кгб вот и все вот весь не 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 все намного проще такая система выстроена специально ты думаешь там никто не понимает что что куда и почем эта система специально выстроена для для того чтобы здесь не было бунтов чтобы здесь была тишина и спокойствие если ты будешь ходить работать с утра до вечера чтобы только прожить до следующей зарплаты тебе не до бунтов будет понимаешь ну это понятно если ты станешь сильным богатым ты станешь умным начнешь слишком много вопросов задавать блин и умничать ты уже будешь ну вреден для власти вот и все у нас к сожалению у нас народ умных не любит и власть умных не любит вот как то вот так если люди голодные умными не будут тут прикол в том что у нас людям хватает 40 процентам белорусов хватает только на первые нужды денег все найдут ну хотя бы из 40 процентов с этими белорусами наверняка многие из них будут терпеть об этом были исследования как тогда смотрел что очень отличается поведение людей протестующих в восточной Европе и в западной то есть у нас люди чем беднее тем они меньше протестуют а там наоборот я же вам с самого начала сказал зрите в корень здесь рабство воспитывается и культивируется и из гены из поколения в поколение передается это как бы да известное дело свободный человек он совсем по-другому мыслит по-другому себя ведет а теперь посмотрите нас где-то 12-13 человек у нас уже хотя бы 13 человек будет наверное поколение не зомбированных как вот Виктор сказал так это капля в океане но это вообще да не известно известно может больше в стране не но если у нас будут по 8 жен там по 15 жен то возможно это будет уже не капли в му но опять же я имел ввиду что почему вы судите только по нашей группе если группа куча да наша группа между прочим очень маленькая и никому почти неизвестная давайте лучше поговорим по пенсионную реформу вот как у Сингапура то есть нет бюрократии нет перераспределения есть подотчетность то есть вы будете знать какие так далее нет иждивенчества ну то есть мотивация а что обсуждать кому она нужна такая система она нужна свободным нормальным людям а рабам она не нужна в этом случае вы смотрите вот реально две работы два продавца культанта один работает в Минске другой работает в молодежной в Минске продавец культант получает 500 рублей плюс идут проценты там гибкая проценты разные идут вот а где я живу молодежь к примеру здесь продавец культант получает минимальную зарплату 290 рублей и плюс уже проценты вот они а по интернету 500 рублей они все похитрым пишут да любая вакансия они сразу пишут типа с проценты например как его пишут от 5 от 500 рублей типа а эти пять рублей типа набегают только с процентами продаж но честно пишет получается ну я ну так это везде так нет вот да нет просто вот сама мотивация как бы вот тебя мотивирует я не говорю я не говорю что это плохая компания и так далее но я говорю в том что надо писать правдиво что у вас минимальная запаса 290 рублей и уже в описании вакансии то что идет процент а если правдиво написать то никто ж не пойдет а тут хотя бы шанс есть ну вот в этом и прикол что как бы ну как и как не пойдет как сказать человек реально понимает если это продажи в любом случае тебя будут завидеть все от продаж и не выгодно же будет работодатель держать человека на ставку а он будет продавать сколько захочет грубо говоря ну понимаешь о чем я ну понимаю ну говорилось о мотивации как бы что мотивация в Беларуси не очень хорошая как бы те же самые заводы где люди работают там люди работают просто безысходности уже дети семья я пример один приведу получается одна моя знакомая работая ну работала вернее в магазине и начальник получается ругал всех по причине того что почему это ваш товар никто не покупает и как-то сказали что такая откуда у людей деньги то есть начальник вот такое ощущение ну то есть это я вкратце рассказываю но начальник такое ощущение ну с ее слов что он как будто не понимает где он живет то есть по его мнению все должны каждый день там все покупать вот об этом говорю что особенно в магазинах еще воруют я знаю очень много тоже есть разные магазины даже тоже случай был что и у меня у знакомых работает в магазине к кассирам короче и у них на магазине стреляет 30 банков тушенки как стреляли никто не знает со склада пою кстати вы обсуждали какой-то по ты хоть зачитал там все эти новости ну вбросы российские по поводу инсульта я озвучил в начале что так такой был вброс от не за гвери этого значит это дело в российских помойках всяких салентару смотри я сначала об этом что был такой сброс но наша собственно тема в том что вдруг если бы на самом деле произошло такое то есть и да суть же почему ты сделал это стрим суть же была изначально в этом вбросе что нет суть была обсуждение того если бы такое произошло на самом деле это был не вопрос что он уже вот сейчас ждем общаемся идут внезапно приходит новость солнцеликий умер и закатился солнце нашей нации закатилась еще дальше вот в этом изначально это же идея стрима была в том что был вброс то есть сама суть идеи вот почему я клоню понимаешь сказал что это был просто естественно я же не говорю что это действительно правда то есть что они на чистую веру даже принимает но это не нужно воспринимать на чистую веру информацию из таких сомнительных источников тем более российское происхождение скажу скажу одно у меня когда за один человек общался человек склад такой мне сразу сомневайся во всем в чем занимайся и проверять старый же советский добрый фильм 17 мгновений весны дядюшка мюллер как сказал наше время верить нельзя никому даже себе мне можно ну это как помните сброс отверху по поводу этой майки днр это вообще такой такое дно от ватников ну почему это как раз таки было специально сделано это нужно подогревается интерес и испытывается как там что там общество настроение по специальной сбросы вообще ну грубо говоря у нас белорусов есть две стороны монеты как говорит куда идти либо вот как код говорит снимать развивать именно сми правдивая грубо говоря и пытаться как-то изменить или как говорит виктор и тиры радикальный метод виктор ничего не говорил с этим по этому поводу не говорил согласен я считаю что эти методы один другому не противоречит то есть для того чтобы реализовать даже радикальные методы надо сначала достаточное количество людей собрать то есть организовать их и только тогда возможно если ты возьмешь виллы и пойдешь на площадь себя тут же заломают и ты от поедешь на вас лет так вон же недавно был был уже митинг недавно помню на островец против островец к это аэс который устроилась он будет регулярно каждый месяц 20 каждого месяца на пол так вон же раз хотели собраться пришли только кто организаторы там пару людей в основном и больше никто не пришел вроде замели не замели не помню вот вроде там мало никто не поднялся никому это не на ты был на чернобыльском шляхе не 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 был я даже не скажу тогда павел северинец анонсировал как раз островецкий шлях он сказал что 26 числа каждого месяца будет проходить в разных городах все ближе ближе к островцу вот эти митинги причем в разном формате он сказал как по ситуации если власть разрешит будет митинг если нет возможно круглые столы или еще там какие-то другие формы скажем так и если если мне позволит работа да и финансы я с удовольствием съезжу и поучаствовать вот это действительно выражение гражданской позиции своей а вот касательно большинства которым которым никому ничего не когда будут жгх в два раза больше платить вот тогда может быть задуматься причинам это только не ниже кх же вся там же электроэнергия только сто процентов но смотрите получается что суть строительства атомной электростанции это то что на 30 процентов подешевеет электроэнергия но если будешь платить два раза больше тогда может быть задумаются люди ты же слышал новость когда семашка сказал что белорусы будут платить больше за электроэнергию хотя аэс открывается то есть вам дешевая электроэнергия ладно платить куда мы денемся будем платить другое дело куда будут остаток отправляться который не будет потребляться и куда будут гружаться но не найдут куда еще а еще я опасаюсь конечно но не утверждаю что у нас зарвется потому что наши специалисты которые не знаю российском или белорусский трудились рабочие когда везли там все эти части к этому с грубо говоря несколько два раза роняли купол роняли вроде что там что-то роняли там его заменили сказать я вообще с одним товарищем ну с бывшим коллегой разговаривал раньше с ним работал сейчас с ним не работаю получается мне как говорил что атомная электростанция взорвется надо эмигрировать я ему говорю так а что тебе мешает это сделать до того как она взорвется ай ну у меня дети у меня там 5 10 а я ему говорю что ты будешь делать когда она взорвёт а он не но туда эмигрирую то есть такой вот скажем так отношения что к воспитанию то есть получается с одной стороны он ну как бы ему воспитывать не врубаешь чем проблема даже есть такие статьи исследования какие и звать ника то есть можно сделать нормального человека буквально за неделю ну создать информацию вот и все а если он хочет эту информацию брать что вот чем проблема но если человек не хочет информацию брать то как ты из него сделаешь не ватник понимаешь многие даже не смотрят с ней вообще никакие то есть им не попадается нужна информация как они черпают информацию я много людей знаю которые не смотрят сми но не кричат что нашу он на русский обамка обезьянка есть такой явно нет сарафанное радио одна бабка посмотрела телевизор рассказала десяти другим 10 другие другим 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 это кто не смотрит телевизор он реально теперь знает что что там сказали лукашенко типа чувак ехал в этом автобусе и смотрит twitter типа лукашенко инсульта он типа умирает и бабка такая смотрит слышали лукашенко умер и сказала позвони другой типа спать и слышал что лукашенко сейчас умирает и вот эта фигня распространяется эти фейки она один на другого когда я услышал что лукашенко получил там тоже сми увидел это российского просто далее я сомневался что он улыбаться и умер я думал пока сам не достоверюсь как говорится такой не появится интересно это далее ну вот реально какой-нибудь от атак с не хотя бы подалили обратно движение поверю или три менее пообщаюсь ну понимаете вот можно в том числе добавить к этим бабкам мужиков которым за 30 на крутом работяги и алкоголь идеальный человек для государства этого вот на заводах люди спиваются в колхозах по полную полностью спиваются ну касательно колхозов получается что люди там всем недовольны но тем не менее продолжают работать за 100 рублей понять недовольны ему не все не нравится смотря какой колхоз брать некоторые выходы еще живы и нормально функционируют я просто ну как бы делюсь какими-то своими то есть ну со слов лично разговариваешь с колхозником то есть его не устраивает зарплаты него не устраивает правительство в лице нашего солнца ликого но в то же время он за него голосует потому что боится что его в кгб заберут понимаете это я про один случай а таких людей но тут на самом деле есть не только риск потенциальный ларгар вот не знаю ты смотрел наверно стрим когда про истории был артем мефис табрест говорил что реально вот его выгнали из общаги то есть за то что он не голосовал то есть все бюллетени нумерованные и студентов жестоко карают зато если они не выполнят то что им сказали про армию и про тюрьму мы даже не говорим ну так а вы говорите что нет людей которые поддерживают этот и они не поддерживают они просто выполняют то что им приходится делать они поддерживают я считаю те кто вот таким нужно ребятам делать вот там ссылочка его скинул посмотрите пожалуйста и все будет в порядке и не могут не бояться и делать все что выражать свою гражданскую позицию как бы если будут все так делать у меня кстати тоже с легким трудом была напряженка пришлось на свой счет написать да ну игру лукашенко говорил что он там последние предписания выборы он их фальсифицировал поддел ну ребята вот как так получается что за ну он фальсифицирует выборы за него никто и вообще никто не голосует неизвестно неизвестно уже подделывают и как можно у нас нет центров независимых мониторинга поэтому нет точной статистики кто за кого голосует как захочет так он и сделает но тебе же помнишь рассказывали код на прошлом стриме про выборы когда типа были кучу бюллетеней за эту короткие еще за кого-то ну и потом эти бюллетени убирали делали за лукашенко и вот и все вся схема да причем даже бойкот выборов не помогает то есть он рассказывал что привозили полные урны с бюллетенями для выездного голосования и привозили то есть там уже были бюллетени такие как надо естественно это считается что все нормально явка то есть есть то есть даже если никто не придет на участке просто привезут больше бюллетеней с выездных мероприятий то есть якобы вот помогли людям сами приехали и взяли голоса и все то есть даже если ты не выйдешь на выборы то молчаливый бойкот не поможет а если ты придешь то твои голоса украдут и направит их туда куда надо то есть оба варианта одинаково провальные вот тогда вопрос в другом есть смысл ходить на выборах где разве пусть если я почему есть в буфет можно сходить купить там я сказал да по дешевке воду есть такой анекдот знаете у белорусов есть такая традиция ходить на выборы и а выбор очень сложный между водкой вином и коньяком в буфете выбор ну как он говорил нужно просто записывался заранее в волонтеры да надо защищать свои голоса он говорил вот что то есть ты приходишь голосуешь но потом добиваешься того чтобы еще защитить свои голоса то есть больше людей чтобы записывалась наблюдателями не завидаю при массе максимум максимум они со стороны независимой прессы то есть вели стримы фотографировали записывали звук то есть полная фиксация то чтоб им было сложнее естественно вопрос а можно вопрос смотрите все то есть это хотя бы привлечет внимание это уже хоть что-то положить как это поможет а если ничего не делать это точно никак не поможет но если сделать это то это хотя бы даст определенный козырь демократическим силам потому что если не зафиксированы нарушения то их значит и дня было когда ты играешь на стороне вернее за одним столом на чей стороне ты ничего не делаешь то просто овощ я понимаю что мы играем если бы если бы все превратились вдруг вот такое чудо случилось в овощей и никто не пошел бы вот тогда было бы чудо так все и не пошли как бы идут же в эти ватники идут их много как бы ватники эти силовики это учителя то есть не в любом случае достаточно создать толпу вот если никто не пошел было бы чудо бойкот уже кучи 24 года и что да ничего да не было ни одного серьезного бойкота вообще безразличные эти выборы полностью насчет выборов вот всех перебью скажу кошки интерес вот вы говорите контролировать да ну понятно ты будешь на где эти выборы проход тут диски собирать там ты по контролируешь потом эту урду куда-то забирают так лишь забирают куда-то подожди него дело вам лукашенко лично ответил в прямом эфире вы не подожди я согласен с тобой я сейчас с которыми freedom и между урну куда-то забирают также ну а когда забирают куда вы едете вместе с ними не контролируйте куда я забираю я же могу забрать опирают может быть на избирательном участке и там происходит подсчет как она тех избирательных участках есть уже контроль че игорь зачитывал избирательный кодекс там не должно быть не должны присутствовать люди посторонние то есть представители власти которые могут потасовать то есть все это должно подсчитываться там должны наблюдать или наблюдать потом там сидит милиционер то есть вот он скинул видео понимаешь атикин ты посмотри сначала стрим про выборы а потом задавай вопросы потому что это уже многое разбиралась там милиционер он тут тоже может это желать получается он там же эти комнате вместе с урной и когда все ушли он там оставался че вы прицепились вообще к этой уровне в какую она роль играет на никакой роли не играет посчитали посмотрели покричали проливали а сидит в конце концов в самом конце сидит это как ее бабушка одна и она пишет число все забудьте урны кому эти урны нужны они интересны носитесь с ними да вы хоть их там это цепями откутаете это не к это плевать всем на это напишут число бабушка последняя в кабинете как ее там нашу бабушку вермошина она напишет в своем кабинете без всяких там никуда вы туда к не зайдете она поставит нужную цифру всего ребята а урны можете себе хоть на елку повесить я с тобой согласен как бы выбор ничего не значит как бы это понял само начало когда люди заставляют голосовать если не голосуешь применять какие-то меры это лучше чем еще не делать должна быть огласка в любом принципе ладно основные вопросы для стрима под запись мы разобрали и дальше продолжим беседу в оффлайн режиме спасибо всем за внимание подписываемся на канал на нашу группу и кто хочет принять участие в дискуссии присоединяйтесь к нашей группе дискорде